Таковой вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации. Докладывает депутат Государственной Думы Олег Васильевич Шеин. Уважаемые коллеги, у нас есть Водный кодекс, в нем, естественно, есть водоохранные зоны, это правильно, с этим никто не спорит. И в соответствии с нормой Водного кодекса 65-й статьи, пространство этих водоохранных зон зависит от протяженности той или иной реки. То есть, если эта река длиной до 10 километров, это 50 метров, от 10 до 50 километров – 100 метров, и от 50 метров и более 200 метров. Теперь, в чем содержание вопроса. В соответствии с нормами 65-й статьи Водного кодекса, в границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств, кроме специальных транспортных средств, и за исключением их движения. Да, запрещается движение и стояние транспортных средств, и за исключением специальных транспортных средств. В соответствии с Кодексом административных правонарушений, пункт 8.42, если транспортные средства в водоохранной зоне движутся не по официальной дороге, а где-то по грунтовке, то в отношении лица, которые находятся в данном транспортном средстве за рулем, предполагается штраф в размере от 3000 рублей без предупреждений, без каких-то иных норм. А теперь, наверное, самое главное. У нас к категории транспортных средств относятся легкая в автомобиле, относятся различного рода квадроциклы, мотоциклы. И, к примеру, в соответствии с правилами дорожного движения Российской Федерации, велосипед – это тоже транспортное средство, которое имеет по меньшей мере два колеса и приводится в движение мускульной энергии. И получается следующая история, что если люди добираются к себе в поселение, в сёла по грунтовым дорогам, если люди выезжают на рыбалку по грунтовым дорогам, если люди передвигаются подчас, особенно в сибирских, зуральских территориях, пересекая застывшие зимой подо льдом реки, минуя эти реки, то они все априори являются нарушителями. В законодательстве Российской Федерации в отношении всех них положен минимальный штраф в размере 3000 рублей. Очевидно, это требование является, мягко говоря, избыточным. Более того, если здесь в зале у нас есть, допустим, рыбаки и те, кто выезжают, например, на рыбалку, то люди должны понимать, что оставляя машину на расстоянии менее 200 метров от реки Волга или Кама или Ениси, или как-нибудь ещё, они автоматически нарушают законодательство Российской Федерации, будучи депутатами Государственной Думы России, либо работниками правительства, либо работниками администрации президента Российской Федерации. То есть это требование, которое оно априори невыполнимо. Почему оно родилось? Куда вообще оно появилось? Оно появилось в 2011 году, когда вовсю шёл разговор о введении обязательной платной рыбалки в Российской Федерации. Когда в 2011 году было принято решение, корректировка закона рыболовки в России, и по этой корректировке можно было рыбачить только в специально приспособленных к тому местах, оплатив деньги частному коммерсанту. Параллельно тогда была внесена соответствующая корректировка и водный кодекс с тем, чтобы люди, которые поедут рыбачить куда-то за пределы официальной базы, на обычную природу, не платя деньги коммерсанту, чтобы этих людей загнать плёткой штрафы к коммерсанту, штрафуя в противном случае в размере порядка 3000 рублей. Как известно, история с платной рыбалкой не прошла, как известно, вызвала массовые протесты. В итоге соответствующая норма. В законе о рыболовстве она провисла, 26-я статья. Но вот штрафы, норма ввода в кодексе, она осталась прежней. И содержание поправки предельно простое. Это сделать исключение не только для специальных транспортных средств, но и для легкового транспорта в соответствии с той классификацией, которая у нас присутствует в нормах наших правил дорожного движения. Какие мы имеем замечания? На самом деле мы имеем только одно содержательное замечание, которое репродуцировано Минприродой. И Минприрода говорит, что надо сохранять реки, надо сохранять берега, от заиливания. Я не очень понимаю, какое отношение имеет машина, приезжающая в 100 метрах от реки по грунтовке к заливанию этой реки. И не более того. И когда я встречался с замминистра Ястребовым, я услышал от него примерно двухчасовую речь, речь о том, что надо сохранять реки, а если местные власти не способны к селам, к деревням обеспечить обустройство асфальтированных дорог или щебеночных дорог, то это проблемы местных властей, и такие дороги должны быть построены. Но штраф в точке зрения замминистра должен оставаться. Более того, хочу обратить внимание, что вот эта норма по поводу водоохранной зоны, она распространяется не только на территории, которые находятся за пределами поселений, она, строго говоря, распространяется и на поселения. И скажите мне, пожалуйста, уважаемые коллеги-одномандатники, а во всех ли селах, поселках и даже городах, от которых вы избраны, и которые находятся у берегов рек, а вообще-то население с эпохи Средневековья и с эпохи неолита привыкло как-то селиться около рек, а не в пустыне. Во всех этих поселках, селах и городах вся территория ближе, чем 200 метров от реки, она заасфальтирована. Или всё-таки там есть пространство, которое относится к категории непаспортизованных грунтовых дорог. Это очевидно, что та норма, которая сегодня записана в законодательстве, это норма, которая делает всех людей просто-напросто нарушительными. Это норма, которая, ещё раз повторю, она описалась под вполне конкретную задачу заставить рыбаков платить частным коммерсантам за рыбалку вне рыбопромысловых участков, вне зоны РПУ. Это норма, которая влечёт за собой поборы, коррупцию и взятки от обычных людей в адрес правоохранительных органов. Это не работающая норма, она должна быть изменена. Это не норма, которая защищает природу. Это норма, которая, ещё раз повторю, она просто ставила задачи всех загнать в территорию рыбопромысловых участков и баз. И отмечу напоследок, речь касается не только машин, но и, к примеру, велосипедистов. Поэтому все велосипедисты, все, кто проехался на квадроцикле около реки, все эти люди тоже по действующему в России принятому законодательству, они относятся к категории нарушителей, закажут такую вылазку, должны заплатить штраф в размере порядка 3 тысяч рублей. Мы считаем, что так делать не надо. Спасибо. Спасибо. Содокладом выступает Андрей Владимирович Чернышов. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, данный законопроект предлагает разрешить движение стоянку легкового транспорта в границах водоохранных зон. Согласно действующей редакции Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещается движение стоянка транспортных средств, кроме специальных транспортных средств, о чем мы только что услышали от докладчика предыдущего. И за нарушение данного запрета предусматривается административная ответственность в виде соответствующего штрафа. Автор считает действующие нормы потенциально коррупционными, ввиду их невыполнимости как рыбаками, так и жителями сельской местности, особенно использующими зимники. Вместе с тем, основным принципом водного законодательства является приоритет охраны водных объектов по отношению к их использованию. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в целях предотвращения загрязнения засорения, заеления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания, биологических водных ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В соответствии с действующими до 2007 года положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах в пределах водоохранных зон запрещалось размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков, а в прибрежных защитных полосах еще и движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения. При этом минимальные размеры водоохранных зон достигали 500 метров. Но вступившая с 1 января 2007 года новая редакция Водного кодекса значительно либерализовала правовой режим водоохранных зон. Был уменьшен значительно размер водоохранной зоны, ощутимо сокращены ограничения на ведение хозяйственной деятельности в водоохранной зоне. Например, сегодня разрешено возводить строение в прибрежной защитной полосе, чего раньше не допускалось. По данным государственного доклада о состоянии использования водных ресурсов Российской Федерации за 2015 год, в последние годы отмечен рост числа случаев высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод. При этом самым распространенным нарушением природоохранного законодательства является именно движение и стоянка автотранспортных средств в пределах водоохранных зон и также мойка машин. В соответствии с водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, одной из основных стратегических целей является охрана и восстановление водных объектов. При этом улучшение качественного состояния водных объектов возможно при реализации таких мер по снижению антропогенной нагрузки на водные объекты и их водосборы, как обустройство водоохранных зон водных объектов и соблюдение режима их использования. В этой связи комитет полагает нецелесообразным внесение предлагаемых изменений, которые прогнозируемо ослабят экологическую составляющую водного кодекса Российской Федерации. Правительство Российской Федерации, государственное правовое и экспертное управление президентом Российской Федерации не поддерживает законопроект. С учетом изложенного комитет предлагает его отклонить. Спасибо. Спасибо, коллеги. Будут ли вопросы? Есть. Включите режим записи на вопросы. Покажите список. Уважаемый Олег Васильевич, у меня вопрос такой. Не боитесь ли вы за то, что разрешив подъезд автотранспорта, мы сразу откроем ящик Пандора и вернется все на круги свая? Не проще ли все-таки пока пользоваться запретами, но и потихоньку, когда появится опыт уже использования нашего законопроекта, нашего закона, потом потихонечку открывать возможность, так скажем, ездить на автомобилях? Депутат Шейнов, включить микрофон. Во-первых, маленькая справка по поводу уменьшения водоохранных зон с 500 метров до 200 в 2011 году. Уменьшение-то, может, и было, только штраф до 2011 года не было. Как раз эта норма по штрафам, она появилась именно в 2011 году, и с той поры возникли все проблемы. Что касается содержательного ответа на вопрос. Очевидно, что если какое-то правило нарушает, вернее, невозможно к исполнению десятками миллионов людей, то надо правило менять. Если завтра, к примеру, российский парламент в целях сохранения озонов в атмосфере примет решение, чтобы порядка 145 миллионов человек, на которых распространяется зона ответственности российского парламента, перестали дышать и выбрасывать в атмосферу всякую гадость, как говорил Райкин, это не означает, что 145 миллионов человек смогут это правило использовать. Давай все-таки мы будем принимать разумные законы, а не запреты, которые нереализуемы, которые никем не выполняются, включая неисполнение их львиной доли присутствующих в этом зале лиц. Спасибо. Спасибо, Боева Наталья Дмитриевна. Спасибо, Иван Иванович. Олег Васильевич, Вы вообще давно были уже на рыбалке, особенно в сельской местности. Если говорить, этот закон, конечно, принимать нельзя, потому что обычно рыбаки едут по полям, по посаженным именно полям, где пшеница, где подсолнух, и таким только образом добираются до речек. Поэтому, конечно, нельзя принимать. Спасибо. Немного пшеничных полей растет в низових Волги. Я бы даже сказал, что их там не растет в принципе. Более того, вопрос же не в этом. Если... Хорошо, давайте про рыбаков поговорим. Если человек добирается до реки, то добирается он туда не по асфальтированному автобану. Их там не существует. Но дело даже не в рыбаках. Повторю еще раз. В соответствии с действующими, как их читать, норме права, нельзя передвигаться на транспортных средствах, включая, в том числе, велосипеды. Они по ПДД тоже относятся к транспортным средствам. По незасфальтированным и непокрытым щебенкой, гравийным покрытием, дорогам, ближе 200 метров от реки. У нас что? Все территории поселений около рек, она везде заасфальтирована, включая ваш избирательный округ. Ваши избиратели, которых вы представляете, являются нарушителями придуманного закона и должны, строго говоря, ежедневно платить по 3 тысячи рублей штраф, обогащая на полмиллиона рублей, неправильно сказал, на миллион, российскую казну ежегодно. Давайте мы вот этот весь абсурд все-таки будем отменять. Спасибо, Иванов Сергей Владимирович. Спасибо. Уважаемый Андрей Владимирович, вот просто так вы нам зачитали решение комитета, вы как человек мне скажите, вы на рыбалку, когда ездите, вы машину за 200 метров от берега оставляете, а потом палатку, лодку, все остальные вещи несете на бережке, раскладываете. Это первое. Второе. Вы там говорили, что много машин моют, там всякой гадостью, речку загрязняют. Может быть, вы там нам скажете, какими конкретно химическими веществами загрязняют эти речки, когда помоют от пыли машину. И, Олег Васильевич, а вот вы знаете, не является ли ваш закон вообще иллюстрацией того, что строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения? У нас сплошь и рядом все подъезжают к реке, но ко мне не обращались избиратели, которые говорили, нас штрафуют за то, что мы нарушаем водоохранную зону. Практика вот у вас большая, нет? Сначала центральную трибуну включить. По поводу расстояния, дистанции от водного объекта. Во-первых, не 200 метров, а 50. Во-вторых, в населенных пунктах эти нормы не действуют. В-третьих, я сам депутат-одномодатник и как раз от северных территорий Иркутской области, где вот слово «зимники», которое прозвучало, и которое для многих, наверное, не знакомо, здесь депутатов, те, которые не бывают на севере, оно для меня, допустим, достаточно частый способ добраться до одного или другого населенного пункта. И, готовясь к этому вопросу, я провел неоднократно, задавал этот вопрос на встречах, по поводу, вот есть такая поправка, есть ли у вас беспокойство, уважаемые избиратели, по поводу наказаний, каких-то несправедливых запретов, невозможности рыбачить, добраться до другого населенного пункта, то есть какая-то правоприменительная практика, существует вообще статистика по этому поводу, или мы все-таки давайте разрешим, если это вас беспокоит, но тогда мы получим взамен, люди сами уже договаривали, в том числе, да, действительно, и мойка машин, и все остальное, что связано с тем, с нашим сегодня, к сожалению, не очень высоким уровнем культуры у населения. Когда люди, мы же не говорим, что мы запрещаем к водоему приближаться, мы говорим, что запрещаем вне специально отведенных мест. Вот о чем идет речь. Я думаю, ну, никто не будет против этого возражать. Спасибо. Спасибо, депутат Шейну, включите микрофон. Да, ну, у нас чудесный диалог. Мы, по ходу пьесы, выяснили, что представитель комитета является, как я понял со слов сейчас прозвучавших, нарушителем, потому что зимник сам по себе не является официальным местом, по которому можно приезжать, и не относятся к категории паспортизованных дорог. Это первая вещь. Второе. Мы также понимаем, что комитет не очень внимательно читает действующие нормы права, потому что, если мы посмотрим 65-ю статью Водного кодекса, то мы увидим, что границы прибрежных, водоохранных зон, населения, поселений западают с парапетами набережных, и ширина водоохранной зоны таких территорий устанавливается от парапета набережных. То есть, в соответствии с действием норме права, уважаемый писатель комитета, по отношению к поселениям тоже водоохранные зоны существуют. Не надо придумывать законы, они написаны и приняты предшествующим составом Государственной Думы. Третья вещь. Что касается до количества эпизодов. Эпизоды есть. По Астраханской области, которую я представляю здесь, с 1999 года, у нас есть действительно, уважаемый Сергей Владимирович, определенное количество регулярно возникающих, пульсирующих штрафов в отношении людей есть обращение. Но мы с вами хорошо понимаем и другое. Если всю нацию сделать нарушителями, то львиная доля этих штрафов пойдет далеко не в государственную казну. И соответствующие решения, они, ну, очевидно, просто провоцируются такого рода норме законодательства. Спасибо. Спасибо. Коткин Сергей Николаевич. Уважаемый Олег Васильевич, вы в своем проекте предусматриваете движение и стоянку не только специальных средств, но и ликого транспорта. Но за рамками вашего проекта остались снегоходная техника, транспорт на воздушной подушке, что в условиях Крайнего Севера в зимнее время это основной вид транспорта жителей. И не пересечь водное пространство практически невозможно. А это медицина, это продукты питания. Все жители на Крайнем Севере сегодня у нас нарушители. Так вот у меня-то вопрос, почему вы не включили в свой проект и снегоходную технику. Депутат Шейн, включить микрофон. Сергей Николаевич, рассчитываю на ваш голос за основу в первом чтении. Что касается, почему не было включено. Большая страна, я ее жанен. Мы не сталкиваемся со снегоходной техникой, но вы совершенно справедливо заметили, что все ваши земляки автоматически относятся сегодня к категории нарушителей. И, безусловно, что в процессе разработки дальнейшего закона, я уверен, даже если сегодня, к примеру, мы не сможем получить необходимого количества голосов, должны быть сформированы рабочие группы, должно быть принято решение. Безусловно, этот реестр необходимо расширять, и я могу только поблагодарить вас за то, что обратили внимание еще и на проблему специфическую для вашего избирательного округа. Спасибо. Спасибо. Сергей Алексеевич. Олег Алексеевич, спасибо. Действительно, то, что заботитесь о рыбаках, о селянах, вопрос действительно очень важный. У меня вопрос вы частично ответили. Я насколько понял, что статистику такую, сколько штрафов выписано было по вашему субъекту или по другим субъектам, вы в МВД не запрашивали, да, ее нет у вас. Депутат Шейнов, включить микрофон. Да, спасибо большое. Я могу сказать, что по Стаханскому краю речь идет про несколько десятков административных протоколов ежегодно. Что касается российской статистики, то МВД легко запрашивает статистику по уголовным правонарушениям, по КАПу. Я думаю, давайте попробуем сделать сегодня. Действительно, это интересно. Спасибо. Спасибо, коллеги. Будут ли желающие выступить? Есть, включите режим записи на выступление. Спасибо. Покажите список. Сергей Владимирович, вам три минуты хватит или нет? Если нет, то я объявлю... Ну, если три хватит проходить, если нет, то мы не будем. Да ему полторы хватит. Пожалуйста, Сергей Владимирович. Сергей Владимирович Иванов, после выступления Сергея Владимировича мы объявим перерыв. Тогда, Серега, минуту уложите. Я бы даже так сказал, уважаемые коллеги, кто не проголосует за данный законопроект, тот на перерыв вообще не пойдет. Будет сидеть здесь и делать вид, что он никогда не нарушает административный кодекс. Коллеги, ну, я не знаю, как вы хотите, можете относиться к Шейну, к Справедливой России. Я тоже СССРов не очень люблю. Но очевидная вещь, очевидная. Ведь бред силы и кобылы, реально. Все подъезжают к берегу, все рыбачат, все нормально, все абсолютно нарушители. Я еще говорю, Олег Васильевич, ты, наверное, зря это сделал, потому что теперь, послушав вот эту дискуссию, рыбнадзоры и прочие гаврики, которым не хватает, которые действительно низкая зарплата, будут теперь подъезжать к вам и портить вам весь отпуск, понимаете? Вы нарушили водоохранную зону и ничего не попрешь. Совершенно верно. Я не знаю, что профессиональный комитет говорит, что машины якобы загрязняют, мимо машины проехали. Тут наша уважаемая женщина сказала, что они по полям, подсолнечник давят, пшеничку там и еще что-то. Мышку забыли сказать, но задавить могут, елки-палки. Или там выдру, которая на берегу живет. Мусор расставлять, совершенно верно. Загадили себе берега. Но это другая песня. Вот за это надо штрафовать. Я сам лично с удовольствием проголосую, чтобы там чуть-то не в тюрьму сажались, потому что к берегу невозможно подъехать. Но, коллеги, уважаемые, еще раз говорю, давайте не будем смотреть на партийную дисциплину или еще на что-то. Это правильный законопроект. Не давайте не будем доводить людей до греха, чтобы они вымогали у людей взятки. Не то, что вымогали, они правильно оштрафуют, но сдавать не будут. И не надо портить друг другу отпуск. Поэтому, еще раз говорю, коллеги, это самый, что ни на есть, нормальный законопроект. Все остальное здесь абсолютно ни при чем. Мытье машин, вы знаете, ну не двигатель же он моет. И, конечно, урод какой-нибудь может найти, он и в центре города будет масло менять. Это понятно. Но таких людей у нас очень мало. А миллионная, многомиллионная армия рыбаков вас просят, чтобы вы поддержали данный законопроект. Кто не поддерживает, тот враг всего нашего населения. Спасибо. Так, Сергей Владимирович, спасибо. Объявляется перерыв до 16 часов, коллеги. Нет, ну, пройдите.